Сегодня ученики младших классов под чутким руководством Союза медсестер Эстонии и Таллинской высшей школы здравоохранения познакомились с целым рядом важных тем. От опасности, которая подстерегает нас в лесу или на пикнике, как ребенку себя вести, если его укусила змея или клещ, до основных правил гигиены, почему и как нужно правильно мыть руки и чистить зубы. Медики рассказали детям в игровой форме и об оказании первой помощи, в том числе и о том, как остановить кровотечение при глубоких ранениях или ушибах носа. Затронули на лекциях и очень важные темы, особенно для тех, у кого бабушки и дедушки страдают болезнями сердца, например, говорили об инсульте. И важна эта тема не только для школьников, но и для их родителей, с которыми ребята наверняка поделятся полученной информацией. Какие основные признаки инсульта, как помочь человеку, ведь зачастую люди просто проходят мимо незнакомцев, которым неожиданно стало плохо на улице, в транспорте, в магазине. И главный вопрос не только в том, как помочь, ну и как не навредить. В течение двух часов, три класса, и это уже второй раз это мероприятие проводится, детям очень нравится. Они хотят, они много спрашивают, они точно делают, как мы говорим. И когда мы спрашиваем у них вопросы, обратную связь, мы видим, что они понимают. То есть есть смысл такие вещи проводить. По просьбе работников скорой помощи особое внимание сегодня было уделено и тому, как правильно звонить на номер службы экстренной помощи 112. Почему оператор спрашивает данные звонящего, как быстро приедет скорая, как важно постараться быть максимально спокойным и очень чётко следовать указаниям оператора. Конечно, затронутые сегодня темы были не совсем детскими и очень серьёзными. И тут организаторам пришёл на помощь весёлый и добродушный талисман Таллинской высшей школы здравоохранения. Хочу вам обязательно познакомить нашего очень главного символа школы, поскольку от него зависит очень многое. Дети его очень любят, и он придаёт им уверенность и улыбку на лице. Тогда все самые сложные темы очень легко осваиваются. Наш маскот – как ты улыбку вызываешь у детей? За целый день в гостях у медиков побывали 70 школьников со всего Хариусского уезда. И 15-минутные лекции, которые сразу же сменялись практическими занятиями, несомненно, пришлись по душе ребятам. Ведь полученная сегодня информация, например, о школьных издевательствах, заставила многих задуматься и поразмыслить над своими поступками. А данные о первой помощи наверняка пригодятся в жизни. И, возможно, благодаря этим пусть и игровым занятиям школьники когда-нибудь спасут чью-то жизнь.